Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами поговорить о трудовых спорах. И тема не случайная. В последнее время пришлось столкнуться с несколькими трудовыми спорами. И, дорогие друзья, личная практика показывает, что упорство, труд и неукоснительное соблюдение требований законодательства влечет за собой всегда победу. И, конечно, дорогие друзья, необходимо некоторые моменты учитывать и в трудовом споре, и при подготовке апелляций, и при подготовке касаций. Итак, дорогие друзья, сейчас мы об этом поговорим. Перед тем, как мы перейдем к нашему разговору, напоминаю, что если есть у вас такие проблемы, вопросы, всегда можете обращаться. С удовольствием проконсультируем, поможем в составлении исковых заявлений, апелляционных, касационных жалоб. Итак, дорогие друзья, буквально позавчера мы выиграли достаточно хорошую касацию. Почему я говорю мы? Потому что я участвовал в составлении документов, именно касационных. И, конечно же, дорогие друзья, если победа приходит в таком трудном споре, это всегда приятно. Но это, дорогие друзья, я хочу напомнить, это результат долгой кропотливой работы. И работая во многих трудовых спорах, я все больше убеждаюсь, что вот зрители моего канала, они глубоко проникаются той мыслью, что легкой прогулки в касации или в апелляции ее не бывает. И здесь нужно применять все меры. Когда мы готовим апелляционную, когда мы готовим касационную жалобу в обязательном порядке, необходимо указывать все без исключения нарушения закона со стороны судебных органов, которые имели место быть. Необходимо указывать всю нормативную базу, которую необходимо использовать. Необходимо применять все позиции высших судебных инстанций, которые по этому вопросу были или изложены в судебных решениях, или в постановлениях Пленума Верховного Суда, или в иных каких-либо нормативных актах высших судебных инстанций. Поэтому, дорогие друзья, вот это, пожалуйста, всегда применяйте. И никогда, никогда, дорогие друзья, не отступайте. Потому что в выигранном деле уже были такие мысли, а может не стоит идти, вот человек такие мысли высказывал, и все равно победа осталась за человеком, который отставил свои трудовые права. Вот это, дорогие друзья, то, о чем хотелось поговорить. Удачи вам в ваших делах. И, конечно, если есть вопросы, обращайтесь всегда с удовольствием, проконсультируем, составим исковые заявления, апелляции, касации. Счастливо!